Всем большой привет! Меня зовут Виолетта, но ты можешь называть меня Вилочка. И сегодня я немного в таком вайбе феи природы. Но моя любимая феечка — это Блум, а моя тотемная фея — это Стелла, потому что на эту фею я очень сильно похожа характером. И пишите в комментариях, какая любимая феечка ваша, а мы начинаем. Наконец-то, девочки, я очень этого ждала. Я получила её вчера, уже сняла шорсы. И как только она появилась в пункте выдачи, я полетела туда сразу, потому что мне она слишком была нужна. Я настолько её ждала, жаждала. И, как вы можете видеть, здесь вайб первого сезона, что очень классно, потому что это прям такое что-то олдовое и офигенное. Девушка на пункте выдачи, которая давала мне посылку, она сказала, неужели они ещё существуют? На что я говорю? Ну да. И потом я спросила, кто она из Винкса, и она сказала, что муза. Ну что, девчонки, соберём свой клуб Винкс. Как всегда, я хочу начать с упаковки. Первая упаковка, она была чисто белая, и на ней было написано просто Just like magic. И всё. А на основной упаковке представлены феечки. Здесь они находятся в своих превращениях. Для меня самое красивое превращение было всегда почему-то у Лейлы, мне нравилось, и всё. У остальных мне казалось, что они, ну, плюс-минус одинаковые, а у Лейлы что-то необычное. Кстати, у муза тоже классная здесь. Но с каждым сезоном самое красивое превращение доставали Стелли и Флоре. На обратной стороне коробки у нас здесь такие звёздочки. Они мерцают, и их можно потрогать, они немножко выпуклые. И здесь написаны названия оттенков, которые представлены в палетке. Давайте мы уже наконец-то откроем. Ну и, конечно, как всегда, упаковки вы можете видеть близко. Ну что ж, девчонки, посмотрите, какая здесь крутая упаковка. И на обратной стороне такой же рисунок. Ну что ж, вы готовы? На самом деле я уже полазила, потыкала, ну да ладно. По-моему, это отлично подходит Винкс, и мне нравится. Она выглядит очень так пастельной, с какими-то яркими акцентами. И, как вы можете видеть, здесь нет зеркала. Здесь такой же рисунок, как и на коробке. Я предлагаю нам сразу перейти к свотчам, потому что здесь действительно что-то интересненькое, красивое. И я уже делала полностью обзор на новинки Винкс коллаборации с Colourpop. Поэтому, если вы ещё не знаете, какие продукты ещё вошли в данную коллекцию, то я рекомендую вам посмотреть это видео. Ну что ж, девчонки, мы начинаем свотчить. Вы готовы? Я предлагаю нам начать с верхнего ряда, и, как обычно, будем спускаться вниз. Как всегда, свотчим и говорим о текстуре. На самом деле, вот этот матовый, он достаточно такой мягенький, поэтому к нему у меня вопросов не будет. Вот это похоже больше на какой-то мелкий глиттер, очень мелкого помола. Но при растирании это просто такой достаточно полупрозрачный розовый, и посмотрите, как хорошо они сочетаются вместе. Мне это почему-то напоминает платья Флоры. Не знаю почему, но такое сочетание интересное. Следующий оттенок, кстати, да, вот эти сияшки, они как будто разные по текстуре, потому что вот этот оттенок, он более кремовый. Вот, смотрите. Ой, какое красивое сияние, прям очень классное. Но тоже, оно такое липкое, и как будто вот та полупрозрачная база с блёстками. Вот, серьёзно, достаточно липкая. Мне кажется, что она у меня на глазах точно скатается, учитывая то, что мои веки быстро жарнятся. Ой, девочки, оттенок Стелла, он прям, ну Стелла, солярия, да. Он прям такой мягкий, вау. Но здесь ещё у нас в нём намешаны маленькие блёстки. Ну, когда я делала и сводча, я заметила, что этих блёсток нет. На сводче, может быть, какие-то мелкие остаются. Ну, вот посмотрите, он прям неяркий. Мне очень обидно за это. Его только, наверное, наслаивает, но посмотрим, как он будет навести себя на глазах, потому что Стелла, почему вы не сделали ей что-то яркое? Этот оттенок мне казался каким-то дуахромом, но, по-моему, по-моему, нет. Он достаточно обычный. Ну, просто, да, у него розовый отлип, и на этом всё. Хотя было бы круто, если бы они добавили... Ой! Такая приятная пастельная достаточно гамма. Следующий ряд, девчонки. Тоже какой-то шиммерный оттенок уже. Достаточно яркий. И ещё один шиммерный оттенок. Такой оранжевый. О, зенит. Это прям такой, какой-то кислотный. Вот этот оттенок, я сделала на него большие ставки. Хотя, ну, такой, знаете, кислотно-зеленоватый оттенок, который, мне кажется, хорошо подойдёт к стеле. Ещё один шиммер. Как здесь много шиммеров, слушайте. Ну, меня это вообще не удивляет. Вау, это что-то, знаете, в стиле блум. Меня это не особо удивляет, что здесь много шиммеров, потому что это же у нас феечки. Девчонки, ещё один шиммер. По-моему, красиво. Я люблю шиммер, у меня, знаете, нет каких-то претензий к ним. Так. Ну, матовые здесь пока что достаточно шелковистые, мягенькие. Ммм, как хорошо тянутся. Ой, и здесь ещё один матовый есть. Ещё два матовые, девчонки. И... Вау. Ну, таких вот оттенков бирюзовых мы прям уже много с вами повидали. Надеюсь, тоже будут хорошие. Но пока что, посвочим, они прям мятные, такие красивые. И что, вы готовы? Последний оттенок. Какой-то достаточно кремообразный. Он не просто кремообразный. Он вот такой. Что-то такое, что, мне кажется, нам не понравится с вами. Ай, это похоже на глиттер на базе. Ой, при растирании это, конечно, всё красиво. У него тёмно-фиолетовая база и синие и фиолетовые блёстки. Выглядит этот оттенок максимально странно. Я даже не знаю, стоит ли его наносить на глаза. Ну, посмотрим. В данной палетке мы с вами можем в основном сделать что-то такое пастельное. И немножечко с какими-то яркими акцентами. В принципе, перки макияж мы тоже можем сделать с ней. Но пока, если честно, я вообще не понимаю, что я буду с ней делать. Но я предлагаю нам сейчас сделать два глаза. Вообще, я думала, что сделаю по каждой фее макияж. Но я так понимаю, что здесь мне просто не хватит цветов, чтобы это сделать. И всё будет немножко однообразно. Поэтому давайте просто попытаемся как-то уместить максимально много оттенков. И посмотреть, как они работают. Хотя я думаю, что здесь проблем не должно быть. Сейчас я хочу кисточкой токси набрать тенок линфея. Да, как обычно, розовые макияжи спасут мир. Я думаю, что действительно мы больше сделаем такой акцент на розовых. И, наверное, каких-нибудь зелёных и кислотных. Потому что, смотрите, здесь, в принципе, у нас вот такой вот розовый ряд. Здесь такой зелёненький, да, зеленоватый. И здесь какие-то украшалки. Но украшалки мы тоже будем использовать. Я не думаю, что мы прям всё это... Да, что мы это всё пусть и макияж. Но, конечно, хотелось бы попробовать, посмотреть. Я надеюсь, что это будет очень красивая пастель. Ну, что-нибудь там видно. Ну, можно, конечно, на подложке. Но я хочу посмотреть, как это всё раскроется без неё. Тем более, я сейчас буду выстраивать такой небольшой каркас. Чтобы потом это всё красиво заполнить поярче. Прям очень красивый оттенок. Он такой нежный. Я такие оттенки люблю. Они довольно-таки пастельные. Но с такими оттенками, возможно... Ну, глазки, возможно, будут с таким оттенком выглядеть немножко болезненно. И я, скорее всего, пройдусь этим же оттенком по всему нижнему веку. Теперь я предлагаю взять оттеночек «Звуки мелодии» и нанести его вот сюда. Ммм... Какой-то, знаете, он не пигментированный. А нет, всё нормально. Но я думала, что он будет гораздо ярче на самом деле, нежели чем он такой. Теперь я беру вот такую вот маленькую кисть и прохожусь ей немножечко по нижнему веку. Немного его затемняю. Сейчас я хочу взять вот такую полупрозрачную сияшку, и она кремовая. Наносим вот сюда. Мне даже, знаете, кажется, что она будет в качестве топера очень хороша. Но она прям такая. Не частичками. Здесь нет каких-то отдельных частиц. Это очень хорошо, потому что это достаточно... Можно ровно нанести. Я уже нанесла совсем не так, как я хотела. Поэтому, возможно, это придётся немножко исправлять. Давайте я немножко почищу это место. Ну, потому что она кремовая, да, она очень легко уходит. Хотя, может быть, я даже зря её... Нет, давайте мы её, наверное, вернём. Потому что, если я как-то поменяю форму, мне так не подойдёт на мои глаза. Будет не очень красиво. Этот глаз не закончен. Я сделала второй глаз. Потом я всё это вместе оформлю и покажу вам уже конечный результат. Для следующего макияжа, если честно, я не знаю, что нам использовать. У нас ещё здесь есть оранжевый и очень много бирюзовых. И, конечно, я хочу уделить им внимание. Поэтому давайте этот глаз будет каким-нибудь таким... Жёлто-зелёно-бирюзовый. Что-то такое. Что ж, я набрала уже бирюзовый оттенок, который называется Charmix. Но рыхлый, потому что они очень мягкие. И я хочу прям выделить этим бирюзовым оттенком вот этот вот уголочек. Вау, какой красивый оттенок. Очень напоминает мне предыдущий бирюзовый, который мы с вами встречали. Но этот прям такой плотный. Напоминает мне оттенок мела опять, да, что-то опять меняет. Мела-мела один. Но это очень красиво выглядит. Вау. Это прям очень красивый оттенок. И сейчас я даже не знаю, что нам уместить на этот глаз. И я думала, может быть, взять сюда оранжевый. Но что-то как-то я не хочу. Поэтому давайте мы наберём, может быть, зенит. Оттенок зенит. Ой, он тоже такой рыхлый. И нанесём. Вау. Вау, это нереальный какой-то оттенок. Очень красивый, но мне нечем тушевать. Но я уже вижу, что он такой достаточно полупрозрачный. Поэтому его придётся наслаивать. У него нет какой-то ещё цветной базы. Он как-то слабовато пигментированный. Это очень странно на самом деле, что у него такой пигмент. Я немножко наслою. И, наверное, возможно, придётся залазить на бирюзовый. Ой. Он довольно-таки похож на предыдущий оттенок. Ну, это тоже какой-то такой зеленцой больше бирюза. Волосы за ухо убрала. Нормально. Ай, у меня залип. У меня всё время на этом месте залипают тени. Меткушения. Ну, да, здесь, скорее всего, волосок есть. Поэтому там залипает. Вау. Ну, это прям вообще цвет морской волны. И посмотрите, это очень круто. Да, наверное, это светло-бирюзовый нам дан для растушёвки. А я сейчас сделала так, как-то, знаете, графично всё. Вот этот хвостик. Давай, ты чего? Тянись давай. Я требую, чтобы ты тянулся. Посмотрите сюда. Допустим, я тоже буду продлевать это всё. Но, по-моему, не выходит, да, не выходит. Ну, ладно, окей. Давайте я по границе растушую немножечко вот здесь. Это может тоже не сработать. Но я надеюсь, что это всё смягчится и не будет так здесь ярко. И мы сможем снова наслоить данный оттенок. Но я, конечно, в этом уже не уверена. Вот этот салатовый зенит оттенок. Он просто бомбический. Какой красивый. Такой жёлто-зелёный, я бы сказала. Это что-то такое необычное прям. Интересный оттенок. Был бы ещё такой матовый к нему, вообще бы вопросов не было. Да, их сейчас как бы не особо много. Но всё равно. Ой, ну этот оттенок ещё можно как топпер использовать. Но здесь какая-то уже пятнюшка получилась. Этот салатовый оттенок, он прям такая немножечко осыпушка, потому что от него летят блёстки. У меня уже вот здесь он как будто хайлайтер нанесён. Зелёный оттенок, он прям крутой. Как вы можете заметить, я уже сделала более чёткие границы, потому что как-то мне не нравилось, что у нас получается. И вот здесь при смешении он дал прям такой нам зелёный оттенок. Я хочу ещё наслаивать и наслаивать данный пигмент, чтобы он был такой более кислотный что ли. Но при этом я не хочу залазить уже на форму, которую я как-то пыталась выстроить. Да, это всё, конечно, можно исправлять и исправлять, но мне уже безумно нравится вот этот глаз. Этот нуждается прям в доработке, а вот этот глаз ну прям, ну, вингс. Здесь у меня был оттеночек зенит на эту сторону. Я думаю, наберём оттенок солярия и посмотрим, как он будет себя вести. Ой-я-я, ой, пылит. Ну, смотрите, пока что набивается этот оттенок, ну, такое. Мне кажется, его нужно наносить вот как зенит. По-моему, достаточно ярко. Очень напоминает этот оттенок мне зенит. Но вот если я его растушую, то ничего не будет, да. Как обычно, жёлтый не удался. И это очень грустно. Он очень похож на зенит. Но зенит ещё имеет такую немножко зеленушку. Да, ну, здесь этой зенит, конечно, нет, как и блёсток. Здесь прям не набираются они. Вот если наслоить, ну, наверное, это всё, что я могу сделать. Там, наверное, на камере даже как-то не видно. Почему-то там я вижу какое-то просто жёлтое пятно, что происходит. Сочетание наверху мне безумно нравится. Давайте, наверное, спускать Андрес сюда. Сюда не хватает зелёного каяла, девочки. Ну, к сожалению, я его только заказала. И придёт он ещё не скоро, поэтому сегодня мы не можем его сюда добавить. Это Андрес я набиваю сейчас на оттенок солярия. Зачем я это делаю, я пока сама не знаю. Посмотрим, как это всё будет вести друг на дружке. Такое прям всё пятнючее получилось. Что я делаю? Ладно, давайте оставим всё это в покое и просто нанесём сюда жёлтый оттенок. Я набью, я набью, наверное, на этот Андрес жёлтый, и тогда он будет ещё ярче. Он даст такую, знаете, зеленушку, и это будет классное сочетание. Жёлтый мне не понравился. Какой-то оттенок бесполезный немножечко. Ну что ж, ребята, я уже оформила глаза, и думаю, что следующий макияж мы сделаем в какой-нибудь фиолетово-оранжевой гамме, может быть. Мне безумно нравится всё, что получилось. Ну да, наконец-то свершилось то, что мне нравятся оба глаза, которые я сделала сама. Ярко-розовые тени, которые называются «Звуки мелодии». Отсылочка к музе, как я уже говорила. Здесь нарисована такая нотка. Кажется, красный рефил, но он ярко-розовый. Это не красный, это очень обидно, потому что я ожидала чего-то большего, и мне действительно хотелось, чтобы муза была красная. Оттеночек «Линфея». Да, он безумно нежный розовый. Очень приятный. Он передаёт прям такую лёгкую розовую дымку. Этим оттенком я задавала форму. Вообще можно сделать с ним любой нюдовый макияж этим розовым. Будет очень красиво. У меня прямо сейчас два глаза таких разных. Вы смотрите просто, как стрелки меняют людей. Этот макияж и вообще от его восторги такой красивый кислотный оттенок. Безумно понравилось. Этот бирюзовый ряд мне нравится. Жёлтый, конечно, подкачал. Этот оттенок, он будет по-любому скатываться. Я уже вижу, как этот оттенок западает в складочки. Этот оттенок у меня на глазах точно скатается. Ну или же себом, который будет выделяться, просто его разъест. Дальше у меня есть такая вот белая стрела. По-моему, она сюда прям очень круто вписалась. И это у меня «Вивен Сабо» «Аврора Бориалис». Но первый оттенок. Тушь у меня «Вивен Сабо» «Кабарейс» «Колаборация с Лисой». Две подводки — это «Вивен Сабо» и такая «Бьюти Киллер» от «Диваш». Оттенка «Звуки мелодии» я ожидала чего-то большего. Я думала, что он будет красный, потому что он в рифеле, как можете видеть, красный. Такая какая-то противоречивая палетка уже получается. Что такое? И, кстати, да, я забыла сказать, что добавила немножко шиммера домино. Точнее, это не шиммер, а такой прессованный пигмент прям. Частички у него достаточно такие мелкие. И добавила его по нежно-розовому оттенку на нижнее веко и немножко вот здесь. По-моему, он отлично все-таки вписался и не выглядит как глиттер, что самое главное. Этот глаз мне нравится больше, потому что это просто какая-то кислотная вечеринка. Здесь у нас с вами и оттенок «Чарамикс», и «Андрос», и «Зенит», и немножко «Солярий», который находится у меня здесь. Но вот видите, он как будто такой зеленоватый немножко. Это потому что мы набивали его на «Андрос». Все оттенки здесь мне нравятся, за исключением оттенка «Солярия», потому что это мел. Действительно мел, он ничего нам не дает. Хотя на пальце выглядит так сносно, но это ничего. Это как звездная пыль. Даже не знаю, что им тушевать, потому что здесь больше нет желтых. А вот «Зенит» меня действительно порадовал. Это прям такой необычный кислотный оттенок, более с блесточками, и выглядит он действительно супер. Здесь я прям вижу, что данные оттенки не тускнеют. У меня ничего не потускнело. Это все красиво и ярко лежит. Нарисована такая огромная черная стрела. Я подумала, что-то мне она не очень нравится, и решила добавить сюда вот такой шиммерный оттенок. Здесь просто потрясающе все переносится кистями. И это очень круто. Посмотрите, какой красивый. Вот такой. На стрелочке. И, да, каял от «Вен Сабо» в 0,5. Оттенки такой бирюзовый у меня слизистый. Хочу сделать один какой-то полноценный макияж. Именно, наверное, с оранжевым и фиолетовым, потому что только они здесь и остались. В принципе, на все остальное мы посмотрели, и как раз посмотрим на вот эту штуку. Изначально я хотела снять данный макияж вместе с вами, но потом я подумала, что если я начну снимать, я обязательно начну косячить. Потому что если я делаю какой-то прям сложный макияж, мне нужно прям очень пристально смотреть в большое зеркало. И если бы я делала сейчас какой-то макияж с оранжевым и фиолетовым, скорее всего, это было бы простой. А у нас здесь, извините меня, какие-то просто невообразимые крылья Стеллы. Ну или стремящиеся к нему что-то. Здесь даже прорисована пыльца на крылышке. Ну такой просто кругляшочек, который а-ля пыльца. По-моему, вышло круто, но мне не нравится оранжевый оттенок. Он какой-то, знаете, как будто немножко в краснинку, и это не выглядит как оранжевый. Я выхожу на свет, и я вижу, что он просто какой-то красный. И тогда я вообще не понимаю прикола этих цветов. И сейчас я предлагаю вместе с вами оформиться дальше. Давайте нанесем хайлайтер из палетки Influence Beauty. Я очень запала на эти хайлайтеры. В принципе, Influence реально классные и годные хайлайтеры. Давайте наберем пока что мой фаворит у Influence, этот желтый хайлайтер. Он прям очень крутой и классно смотрится на коже. Немножечко мы его сюда добавим. Да, конечно, сейчас я не знаю, как я это буду делать, потому что у меня здесь крылья. Ну давайте немножечко совсем. Ну как немножечко-множечко. Можно, кстати, еще глазик у тебя подойти, вот здесь тоже добавить хайлайтера. Немножечко над бровью добавим тоже. Вообще это было довольно-таки сложно, потому что я не знала, какие цвета мне использовать в этом макияже. Я хотела же изначально взять фиолетовый, а потом мне что-то вообще не понравилось, кстати, новое фиолетовое в этой палетке. И я решила, что буду брать что-то другое, ведь можно же как-то заменить. И в принципе, я думаю, получилось вообще улетно, да, напоминает даже крылья Стеллы. Сейчас, я думаю, мы еще накрасим губы, это будет уже мой бесспорный фаворит. Это у нас Flower Nouse оттенок S03. Мне безумно нравится этот синт. Ах, пахнет клубничкой, я по-любому буду заказывать еще. Ну здесь еще можно нанести, в принципе, сюда. Здесь нахайлайтить можно. Почему нет? Она любила хайлайтер. Я наконец-то закончила данный макияж, по-моему, это что-то на офигенном. По оттенкам я могу сказать, что очень странно, что здесь действительно некоторые оттенки отличаются от предложенных в палетке. То есть мы смотрим на рефил, да, вот красный, а он на самом деле ярко-розовый. Не могу сказать, что он красный, вот на промо-фото он больше был похож на красный. Сейчас он похож действительно на какую-то яркую малинку. А так как он похож на малинку, поэтому к нему, в принципе, претензий нет. Для этого макияжа я использовала вот такой оранжевый оттенок, бирюзовый цвет Charmix и вот такой, нет, стойте, вот такой оттенок, который у нас якобы что-то такое вот липкое и странное. Также добавила вот эту вот точку при помощи фиолетового шиммера. Как по мне, фиолетовый шиммер здесь вообще самый неинтересный и выглядит он посредственно. Мне не зашло. Данный оттенок, он такой темноватый, находится у меня прямо вот здесь на веке. И так он смотрится очень красиво. Просто он показался мне немного странным в рефиле и на сводчах. Ну, так его можно, конечно, использовать, но здесь очень высокая вероятность того, что он скатается. Оттенок Charmix, который находится у меня вот где крылышки, это просто божественный оттенок. Бирюзовый, вот эта морская волна, это офигенные оттенки в этой палетке. Они такие мягкие, шелковистые, отлично тянутся и просто выглядят безумно красиво. Мне они нравятся. Оранжевый оттенок, я не знаю, это какая-то просто красное нечто, потому что я думала, что он будет оранжевый. Вот даже у меня сейчас у него новый карандаш от Paris'а более оранжевый, чем якобы оранжевый из палетки. Но он не оранжевый, он действительно как будто в какую-то красненку. И как-то этот оттенок я не особо понимаю, и мне что-то не очень нравится. А так он и как остальные оттенки действительно тушуется хорошо. Но вот оттенок у него явно не оранжевый, а какой-то красный. В общем-то, хотели нас запутать. В этой палетке действительно очень много шиммера, очень много сияющих оттенков. Как будто вся пульса феи, которая существует, они решили бахнуть в эту палетку. Мне это даже нравится, но некоторые шиммеры действительно оставляют желать лучшего. Матовые оттенки этой палетки очень приятные, мне нравятся. Действительно, мне очень они понравились, они легки в работе. Можно поиграться и видеть что-то интересное. Такими палетками мне легче всего работать, потому что я больше, честно, по креативу. Поэтому сегодня я, мне кажется, разгулялась. Очень красивые кислотные оттенки здесь есть, круто сочетаются. Есть, конечно, оттенки, которые максимально неносибельны. Например, вот этот вот очень красивый, кремовый такой. Но это быстро все скатается и забьется в век. Но это просто какой-то нереальный перелив. Эти можно пользоваться. Я, например, буду, скорее всего, носить это на тело. Возможно, даже в макияжах это, ну, чисто, знаете, снять видео какое-то на съемке. Потому что в реальной жизни у меня это все скатается. Или же себу на моих веках это все разъест. Палетка мне нравится. В принципе, с ней реально легко работать. С ней, мне кажется, справится любой человек. Потому что это все отлично тянется и хорошо растушевывается. Особенно это безумно ярко и круто. И здесь собраны такие, прям, знаете, ходовые цвета. Как по мне, данные цвета очень востребованы. Именно бирюзовый вот этот оттенок. Это очень круто, что они его добавили, потому что сейчас во многих палетках можно встретить бирюзовые оттенки. А здесь, здесь просто есть все, чтобы сделать крутой и яркий макияж. Вот этот оттенок, кстати, тоже шиммерный, но он немножко такой кремовый. Не настолько кремовый, насколько этот. Это даже вот можно подвигать в палетке. И да, он тоже такой кремообразный. И какими-то хлопьями. Оттенок этот похож на оттенок из Парис и Гостей. Но здесь не так много хлопьев. Вообще, это глупо сравнивать Парису и Клорпоп. Что? Здесь не так все плохо и не всегда здесь можно набрать так, что у вас здесь будут хлопья. Мне действительно понравилась палетка. Такие классные, интересные оттенки здесь есть. Поэтому я думаю, что она останется у меня. Тем более, здесь есть мои любимые розовые оттеночки. Но, конечно, немного вот этот оттенок подкачал. Он прям действительно такая малинка. Но я бы не сказала, что это какой-то ядерный оттенок. Да что ж такое-то? Это все, конечно, пигментировано. Но данный оттеночек немножко суховат по сравнению с другими оттенками данной палетки. Ну что ж, ребята, пишите, как вам данная палетка. Понравилась ли она вам? Стоит ли она вашего внимания сейчас? Когда прошло уже столько времени, и вы до сих пор являетесь фанатом Винкса, нужна ли она вам? Ставлю ей 8 из 10. За вот эти вот непонятные металлики, кремообразные. Это очень красивые оттенки, сами по себе. Но это не очень теносибельно. Ну и, конечно, снижаю оценку за то, что я получаю на глазах не то, что вижу в рефиле. Это, конечно, такая нормальная практика на самом деле для теней. Потому что такое действительно бывает. Я всегда рекомендую сначала тестировать тень, а потом уже знать, что к чему и куда. Мне палетка нравится, я могу рекомендовать вам ее, если у вас еще нет таких оттенков. Здесь можно найти и как яркие оттенки, так и пастельные. Поэтому я действительно хочу порекомендовать вам. Тем более это прям что-то напоминает мне из моего детства, когда мы все были Блум. Но мне до сих пор нравится Блум. И вот Стелла тоже мне очень нравится. Но раньше я, кстати, была Лейлой. Сейчас, когда я подрослела, мне вообще как-то не нравится Лейла. Не знаю, не мой персонаж совершенно. Не знаю, почему я ее выбирала. Вообще, как-то мне она не идет. Такая необычная, дерзкая дама. Ну, я вообще не такая. Из Винкс на меня больше всего похожа Стелла. И как я воспринимала их раньше, каждую фею по отдельности. Я сейчас их вообще совершенно по-другому воспринимаю. Так это все выглядит при дневном освещении. По-моему, это просто офигенные цвета. Этот бирюзовый, это просто нечто. Это очень красиво. Давайте, наверное, посмотрим, как это будет выглядеть в ванной. Сияет все. И матовые выглядят. Очень хорошо. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, и обзор для вас был интересным. И увидимся с вами, как всегда, в следующем видео.